Всем добрый день! Вы в городе женщин и с вами сегодня буду я, Мария Павлова. Согласны ли вы с высказыванием о том, что любопытство есть двигатель прогресса? Оказывается, желание узнать, что это и почему так, очень важный этап развития. И оно присуще не только нам, людям, но и всем живым существам. Вот на днях я покопалась в интернете и нашла очень интересные факты. Ярким примером научных исследований, проводимых из чистого любопытства, служат лауреаты Шнобелевской премии. Эту награду ежегодно вручают за различные такие сомнительные труды и изобретения. Например, в 2016 году приз в номинации медицина получили немецкие ученые, которые выяснили, что если чешется что-то с левой стороны, нужно подойти к зеркалу и почесать справа. И зуд пройдет. Вот такие вот интересные факты. Так, к чему это я? Все именно любопытство, здоровый интерес, желание, открытие все новых горизонтов приводят нас к развитию и к прогрессу. О том, как сохранить огонек в глазах, интерес к жизни и к чему все это может привести в нашем сегодняшнем эфире на примере наших сегодняшних гостей, которые подойдут сюда с минуты на минуту. Всем доброго дня! Мы начинаем! В Якутске наконец затрещали суровые морозы, а это значит, что к нам в Якутию приехали зарубежные гости, а сегодня именно из далекой Чехии. Встречайте Петр Ясенчук, музыкант-импровизатор, учитель информатики и поможет нам сегодня в общении Эркин Алексеев, ученый-секретарь музея и Центра Хамуса народов мира. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Петр, добро пожаловать к нам в Якутии. Вы, я знаю, в первый раз у нас, да? Это мой первый раз в Якутии, и у меня было очень большое желание посетить это место, увидеть всю красоту людей и природы. А что вас, чем именно вас так привлекала Якутия, наша вот Северная Республика? The real purpose is the joharp, I mean, hummus. Моя реальная, самая главная причина – это hummus. Ага, то есть вы играете на hummus, на Vargane. Ага. Вот у вас даже есть такая интересная сумочка, которую давайте сразу же покажем нашему телезрителю. Это хамусы от известного чешского мастера, господина Шишулько. Ага, то есть у вас прямо два этажа хамусов. Сколько у вас там их? You have second level deforming. Покажите, пожалуйста, нашим телезрителям, им тоже очень интересно, вот сколько у вас, дорогие телезрители, есть только хамусов дома. I have much more joharps at home, but, you know, I need it bigger suit case. Я дома имею гораздо больше инструментов, но все их не привез, потому что они занимают целый чемодан. А с чего такая страсть у вас именно к хамусу, к Vargane? Откуда она появилась? У вас кто-то занимался или где-то увидели? Why do you so interesting in Homo-Sing Youth Hub? How do you know about it? It's extraordinary relationship between me and the instrument. Это необычальное отношение между мной и инструментом. Я играю уже более восьми лет. Это была практически любовь с первого взгляда. Восемь лет назад вы впервые увидели хамус и влюбились. До этого вы на чем играли? На чем-то другом, да? Нет, на каких других я не играл, и это как бы первый инструмент, на котором я играю, но я вот прям на нем так сфокусирован, сконцентрирован. Якутские мотивы вы уже изучили как-то? Мы посмотрели ваши фотографии только что, они были на экране у нас, да? Вы встречались со многими нашими музыкантами, тоже хамусистами, да? Did you try to play якутские мелодии на хамус? Actually, yes. Aldana taught me one якутian thing or song. I'm not sure, but it was something. Bye, 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 bye. Он говорит про Aldana, это девушка из Якутии, которая живет в Праге, в Чехии. И он говорит, что однажды она попыталась его научить вот этому якутскому простому мотиву bye, bye, bye. Вот вас здоровый интерес, да, вот любопытство, можно сказать, привело в нашу Северную Республику. Насколько важно это, сохранять в себе вот этот интерес к жизни, любовь, чтобы вот открывать новый горизонт. Вам не страшно было? Вот вы в первый раз в России, наверняка слышали, что у нас медведи ходят, а вы сразу в Якутию. Да. И что ты думаешь, что это важно, что это все равно, потому что ты чувствуешь страшно, чтобы приехать в Россию, потому что некоторые люди думают, что это биры, которые ходят по улице в городе. Может быть, для моих людей, что самое страшное, что здесь холодно. Люди больше боятся холода. Здесь нас. Да. И я хотела видеть больше. Я хотела слышать больше. Я хотела быть здесь, потому что это, знаете, источник жо-harп, или место, где народные игроки играют по жо-harпу, и это связано с твоей историей. Я не боялся, потому что я хотел расширить свои границы. Я хотел узнать, как это в реальности. Мой интерес – это хамус, и я хотел увидеть, как он существует, он именно бытует среди нашего народа. Он хотел встретить тех людей, которые на нем играют, именно как в традиции. И это его привлекало больше всего. Прямо на родину хамуса вы решили приехать. Вы еще учитель информатики и музыкант. Как все это совмещаете? Как вы взбиваете учебник и музыканское хобби? В самом деле, очень хорошо. Потому что школа меня поддерживает время. И остальное время, когда я не в школе, я могу играть, я могу работать на техниках, я могу учить людям, как играть на хамусе. Я сочетаю очень хорошо, потому что учительство занимает не все мое время. И в свое свободное время я его посвящаю игре на хамусе, улучшению своей техники и даже преподаванию людям игры на этом инструменте. Здорово. Можем, да, послушать вас? У вас только хамусов, мы не можем просто так отпустить вас. У вас они, на первый взгляд, очень похожи. Они отличаются, да? Все мои инструменты, они настроены на определенную ноту, и все ноты написаны на каждом инструменте. То есть они различаются тонально. По семи нотам, да, у вас? Давайте, пожалуйста, слушаем. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Потрясающе, Петр! Это было прям волшебно, я честно вам говорю. Скажите, а у вас есть планы, вот раз вы приехали в Якутию, приобрести хамусы наших якутских мастеров, и где вас здесь можно услышать? Да, я думаю, что я понял. Я буду играть сегодня в Шерлок Пупе в Hotel Лена. Сегодня вечером я буду выступать в Шерлок Пупе. Завтра, собственно, буду выступать на Тне Хамуса в театре оперы балета. Первого числа «Дикая утка». Программа прям обширная, да? А хамусы планируете? Я хочу приглашать вас, ваших друзей и слушателей, чтобы приехать на эти события и поделать мою искусство. Я приглашаю всех вас и зрителей посетить мои выступления, чтобы поближе познакомиться и с моим искусством. А вот когда вы погружаетесь в игру на хамусе, вы в это время где находитесь? В каком космосе? Ты имеешь в виду композицию, сэр? Когда вы играете, где ты в твоей голове? Где я? Где-то, но не здесь. Где-то там. Мы вас хорошо очень понимаем. Спасибо большое, Петр, что приехали к нам в Якутию. Мы желаем вам многих открытий, чтобы вы пополнили свою коллекцию в органах хамуса. Якутским хамусом обязательно, нашего какого-нибудь якутского мастера. Спасибо вам, Аркин. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. И говорят, все дороги ведут в Рим. Но куда эти дороги не приводили наши следующие гости? Но перед тем, как ее сюда пригласить, давайте посмотрим небольшое видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok в минус градусах, которые необычные. Это человек, да? Сейчас мы попробуем. Давайте попробуем. Привет! 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 Меня зовут Else. Это моё сестер. Мы из Норвегей. Нарвегейта. Привет! Ты был там? Да. Эльса, Сесилия. Подожди. Подожди. Хорошо. 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 Му-ху-ху-ху-ху. Му-ху-ху-ху-ху. Му-ху-ху! Му-ху-ху-ху. Му-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Доброе утро. Здравствуйте. Сразу рассказывайте, вот где это и что это, и с кем это. В этом году так получилось, что ко мне позвонила моя знакомая, Наталья Филипповна Скрябина, она библиотекарь в Покровске. И сказала, ты знаешь, я хочу отправить тебе норвежскую компанию, это главный канал тоже там в Норвегии, Эльсу и Сесиль, и они ищут женщину Марии Монтезани. Ты знаешь ее? Я говорю, нет, не знаю. А где она? Она в Лос-Анджелесе. И оказывается, это через теорию шести рукопожатий у них такая передача. До этого они ездили в Филиппины, в Таиланд, и тоже должны были через шесть человек найти какую-то звезду. То есть такая конечная точка, да? Конечная точка, да. А это шведская актриса, которая переехала в Голливуд, и сейчас там снимаются в сериалах, которые мне пришлось гуглить. И в итоге мы были третьими. Вначале они поехали в Тумул, там был Кикес Келькиров, которого встретили на лошади. А потом они пошли к библиотекарщей местной. Та отправила в Покровск к Наталье Филипповне, Наталье Филипповне прямиком в Германию. Ага, то есть такой через Якутию, такой крюк в Лос-Анджелес. Да, да, да. И никто из нас, в общем-то, и не знал. Потом мы отправили в Швецию к брату Арнера, моего мужа. А оказывается, подруга его жены была визажистом у этой актрисы, когда она работала в Швеции. И в итоге мы нашли через вот так вот из Тумула, с Ленских столбов. Теория шести рукопожатия работает. Она работает, работает, действительно, она работает. Вот я смотрю на вас, и уж в чем, в чем, а в интересе, в любопытстве к жизни вам не отказать. Ну, это да, это да. Я считаю, что жизнь коротка, и дается нам один раз, и поэтому нужно попробовать все. Поэтому, когда мне позвонила тетя Наташа, это наша, как я ее называю, я была просто, да, конечно, приезжайте. Они так тоже удивились, что я так быстро согласилась. Ну, потому что в Европе люди обычно закрытые, и они тоже считали, что нужно какие-то разрешения и так далее. Говорю, приходите, нет, ничего страшного. Мария, вы очень долго жили в Исландии, а теперь вы живете в Германии, куда переехали прям все семьи с детьми, да, которые... Ну, это же надо не просто свой быт обустроить, но еще детей в школу, да, и... Да, вот, кстати, самый сложный момент, это был переезд для моего старшего сына, потому что ему было 14 лет, ну, вы сами знаете, что это такой возраст, когда у тебя уже свои друзья, и как-то переезжать, для него это было сложно. Но я ему сказала, что, ну, жизнь, она такая, всегда есть трудности, и для того, чтобы, ну, потом было тебе легче, нужно их проходить. И сейчас он уже адаптировался, получает хорошие оценки, единицы и двойки, которые считаются пятерками и четверками в Германии. Да, я тоже вначале удивлялась, он говорит, ну, мне сегодня двойка. Как двойка? За что двойка? Ты же готовился? То есть наоборот, да? Да, все наоборот, да. И я очень горжусь, что он тоже прошел эту школу жизни больше, да, и сам себе доказал, что он может, потому что без языка в Германии очень сложно тоже, и он приехал со знаниями исландского, датского, английского и русского, и не знал даже алфавитов. А якутский знают? Ой, к сожалению, якутский мы знаем только такой более разговорный, это бордует. Да, бытовой, да? Да, бытовой. У нас нет языковой, мы не можем там практиковать его, даже если я буду говорить с ними, это тоже не так, недостаточно. И я думаю, что, ну, я думаю, что в Якутии дети все-таки должны знать свой родной язык, потому что в Исландии мне вот именно так и сказали, что нет языка, нет народа. И когда я ездила в Якутию, они всегда говорили, обязательно отправляй в деревню или еще куда-то, чтобы дети хотя бы слышали и впитывали. Это очень важно для, ну, вот ребенка знать свой родной язык. Конечно. Дети сюда приезжают, да, в Якутию? Мы раньше приезжали чаще, я очень скучала, мы приезжали чуть ли не три раза в год, и рожала я тоже детей здесь, в Якутии. И Полина у нас родилась в Суверенитет Республики 27 апреля, да, поэтому, когда мы там, и я смотрю на наш праздник Суверенитета, я говорю, вот, все празднуют день рождения Полины, смотри. То есть такой символ Якутии у вас дома каждый день. Да, да, да. Вы посол доброй воли. Вот в качестве этого немножко расскажите, пожалуйста, что это означает. Ну, так меня называют мои друзья и знакомые, и когда я провожу презентации, ну, просто я из такой семьи, которая очень активна в жизненной позиции. Это точно, недавно к нам в студию приходила ваша мама. Да, если они куда-то едут, нужно обязательно устроить концерт, презентацию, и в итоге яблоко упало не так далеко. И когда я приехала в Исландию, я стала сразу же рассказывать о нашем. Им интерес очень большой, им интересно, как люди выживают в таких условиях, когда от минус 50 до плюс 40, и когда говоришь, что у нас резкоконтинентальный климат, они сразу говорят, там живет сильный народ. Только когда озвучиваешь нашу температуру. Другой не выживет. Да, и все те исландцы и другие мои друзья, которые были в Якутии, они с таким уважением относятся к людям, которые здесь живут, потому что они понимают, что это сложно. И с другой стороны, они говорят, что самый теплый народ, у них лучшие воспоминания, и когда они увидели сейчас мои фотографии здесь, они все, ой, мне так хотелось уже сейчас быть с тобой там. Да, и, ну вот, очень много людей хочет приехать. Я надеюсь, что с каждым годом будет расти число туристов, потому что в Якутии есть, что показать, да, и есть даже, ну, чему поучиться у нашего народа. А в этот приезд вы приехали одна или с семьей? Я приехала с младшими детьми, потому что это главная цель моего приезда, я так думаю, потому что я хочу, чтобы у них была вот эта сказка. А, чтобы зимняя якутиская сказка. Мы ходили в вечную мерзлоту, Полина думала, что это царство Фрозен, и всегда ожидала, что где-то Эльса выскочит, и она заморозит. А когда мы приезжали до этого в Булус, она тоже такая, ой, это же Эльса заморозила озеро, я видела это в Булусе, да, и для них вот это, это обязательно важно для детей, все равно в детстве иметь вот такое волшебное представление о своем крае. И вот они приходят сейчас, везде снег, им больше ничего не надо, им не нужны ни игрушки, ни что, они выходят на снег, топчутся и балдеют от хруста, сжаются, начинают там купаться, делать ангелос на снегу в сугробе. В общем, это вообще для них, конечно, какой-то рай. Но то, что это они видят только в кино и в сказках, наверное, да? Да, в Германии, к сожалению, за два года не выпало снега, это был один раз, и тот через 15 минут. Пока мы собрались выйти, уже он растаял. Поэтому мы приехали зимой, все удивляются, почему не летом. Но летом комары, они знают, что здесь есть комары, поэтому их тоже иногда остановят. О, а там же комары! Да. То есть снег их больше привлекает, чем жаркое лето? Да, они очень скучают, и в Германии мы даже скучаем по штормам, по ветру. Вот мы видим как раз эту любительницу. Вот, они так любят ветер. Когда-то во время шторма Полина с детского сада летела на моей руке. Представляете, какая сила ветра? Ничего себе. А она смеялась. И детям это вообще как развлечение. Поэтому мы так рады, что пожили в Исландии. Приезжаем, у нас есть возможность всегда приехать в Якутию. И вот мы любим холод. Здорово. А еще какие у вас главная цель? Вы сказали, детям показать зимнюю якутскую сказку. Да, еще какие цели у вас? Ну, а лично моя, это вот, конечно, посетить все мероприятия. Потому что очень, когда ты так далеко, есть, конечно, у нас ватсапы, фейсбуки. Но это же все, ну, социальные сети, да. Мне все равно нужно человеческое тепло почувствовать. Я иду на улицы, и люди куда-то идут, спешат. Все это меня заряжает. И когда я уже там рассказываю какие-то презентации, это получается настолько от души и с такой теплотой. И все, кто приходит на мои презентации, они говорят, так видно, что у тебя загораются глаза, так видно, что ты с такой любовью к своему народу. Так же, как этим норвежцам, так это видео, которых мы только что просмотрели. Вот, да, наши режиссеры повторяют. Вот все красоты нашей необъятной республики мы здесь видим, да. Да, они очень-очень были вот от ленских столбов, от людей. Они говорят, какие совсем другие люди. Когда они приехали в Германию, они говорили, что мы уже скучаем по людям, которых мы встретили. Вообще, когда просмотрели уже эту передачу, я смотрела тоже комменты, и все-все говорили, какие там brilliant people. Такие вот... То есть главные бриллианты. Да, я тоже считаю, что наше главное богатство – это наши люди, это везде. И этим я горжусь и восхищаюсь. И поэтому я приезжаю для того, чтобы зарядиться. И уже там, я думаю, что меня все-таки туда послали. Посол. Высшие силы, да? Да, высшие силы для того, чтобы узнавали уже вживую о нашем народе. И о нашем крае. И ряжемый посол доброй воли. Ну, вот так вот. Я не виноватая, я. Так получилось. Так получилось, да. А вот мы сегодня говорим немножко об интерес к жизни, да, про любопытство, да. Вас вот это вот любопытство дальше еще куда поведет? Честно говоря, вот в Исландии и вообще с моим мужем я научилась ничего не планировать. И жить интуитивно. И даже недавно мы, ну, как бы я хотела спланировать стереотипно поехать в Милан, потому что это, как бы, город шопинга. И, как бы, я говорю, я же давно-давно не выходила. Ну-ка, я поеду в Милан, что-нибудь себе там прикуплю. Ну, давай посмотрим. Мы не запланировали ни гостиницы, ничего. И в итоге мы оказались на озере Кома. А озеро Кома оказалось это вообще, как бы, многие мечтают там побыть. Венчаются все звезды. А вы так случайно, да? Вилла Джордж Клуни. И мы еще тоже такие, а чем мы будем ходить и смотреть эти виллы, как кто живет, мне без разницы, у кого какой там этот. А потом остановились искупаться, и издание там мужчина тоже стал общаться. Ну, как бы скандинавы тут же пообщались. И они говорят, а вот здесь мы, а вы откуда пришли? Они говорят, а мы смотрели сейчас виллу Джордж Клуни. А где она? Да, вот здесь вот, пять метров. И в итоге мы автоматически там оказались. И поэтому я просто доверяю высшим силам, своему сердцу. И куда меня муж повезет, куда меня судьба занесет, куда ветром. Как здорово, что вы нашли человека, который вас вот такой же, да, по характеру, да, немножко поддерживает. Ну, он вообще, он совершенно разный. Немножко авантюрная семья вы такая. Да, да, да. Мы два разных человека. И даже наш переезд в Германию был какой-то очень спонтанный. И все немцы, и люди, которые переехали в Германию, они на нас смотрят немножко вообще странно. Какие-то сумасшедшие. Решили и переехали без языка. А вы подумали о детях. А как там дальше? Я говорю, а кто знает, что будет завтра? Мы просто живем сегодня, наслаждаемся. Мы проснулись вот так. Все. То есть, возможно, в следующий приезд вы приедете совсем не из Германии. Да, возможно, это будет. Я не знаю. Все говорят, ну, вы же уже дом там взяли. Ну, дом же можно сдать, да. А если надо, продать. В общем, мы не завязаны, не привязаны. И я не знаю, куда нас еще занесет. Детей собрали в охапку, да? И чемодан. Я очень рада. Наши дети очень мобильные. Они очень хорошо путешествуют. Раз, они хоть в три часа ночи их разбуживают. Все, а, мы едем куда-то, да, хорошо. И начинают на автомате. Полное доверие. Ну, у нас так. Как здорово. А что бы вы пожелали вот людям, которые немножко боятся, что ли, или как-то вот очень долго планируют, немножко, ну, перемены пугают многих. Что бы вы посоветовали? Ну, честно говоря, страхи, они притягивают, наоборот, обстоятельства. Это я тоже, так как я жила совершенно, ну, отдаленно от общества, того, к которому я привыкла. В резко-континентальных условиях, да? И приехала в Исландию, а там люди нордические, мало так общаются. Мне было сложно, но, тем не менее, я стала больше анализировать и наблюдать. И оказывается, того, что ты боишься, оно именно это и происходит. И когда-то я очень боялась вулканов. Вы знаете, в Исландии же сто вулканов, и этот вулкан активировался, и мне сказали, что... А я боялась, что вот сейчас лава будет. А с другой стороны, для чего, почему? Это же не случится. Ну, как бы, если даже случится, ну, случится, и все, да? Спасибо большое, Мария. Вы прям заразили своей любовью к жизни. И я уверена, что не только меня, но и всех наших телезрителей. Далее короткая реклама. Приветствую вас в городе женщин. И недалеко уже, не за горами, наш главный праздник – Новый год. 31 декабря на телеканалах НВК Саха вас ждет традиционный праздничный эфир. Подарим новогоднее настроение и приятные подарки. Приобретаем магнит Харыс Хал, который можно приобрести на первом этаже нашей компании. Орженикидзе 48. С пожеланиями счастья, благополучия, здоровья в подарок на Новый год для своих близких и родных вы становитесь участником розыгрыша призов «Новогодний подарок» и шанс выиграть новогодние призы. Они очень хорошие, уверяю вас. Так что подходите, Орженикидзе 48, первый этаж, магнит Харыс Хал. А мы продолжаем наш эфир. И следующих моих гостей я ждала с особым трепетом, потому что сейчас сюда зайдет человек, вместе с которым 4 года назад примерно я открыла для себя мир прямых эфиров. Но мы примерно полгода вместе будили всю республику в передаче «Новый день». И тогда никто не догадался, что человек пришел на телевидение совсем из другой сферы. И сюда сегодня пришли чета Погореловых. Это Андрей Погорелов, ведущий новостей телеканала «Якутия-24» со своей супругой Ириной. Добрый день, ребята. Добрый день. Маша, привет. Очень рада вас видеть. Ой, как. Рассказывайте, вы семья авантюристов, которые кардинально изменили свою жизнь, свою профессию в свое время. Вот я помню, наверное, вопрос к Ирине. Помню, когда вот с Андреем только начинали вести передачу «Новый день», да, он стал папой. То есть, получается, такой период был важный, когда в первый раз у вас родился старший ребенок, да, он, а глава семьи пошел... А глава семьи пошел, поменял профессию. Как вы к этому отнеслись? Положительно, положительно отнеслась, потому что как бы я его во всем поддерживаю, ну, и стараюсь то, чтобы, что он внутри желает себя, чтобы он это реализовал. Ага. Андрей, рассказывай, ты кем до этого был, до того, как пришел на телевидение? Ну, тот, кто меня вообще знает, на самом деле, всегда все удивляются, когда на телевидении увидели, предположим, впервые, да. Я же вообще почти молчаливый человек, ну, раньше так, по крайней мере, было мало, разговаривал. Ну, то есть, я люблю на самом деле разговаривать, но многие даже, кто меня так немного знал, думали, что я вообще не умею разговаривать, как будто бы... Такой молчун, да. Да, и как ты оказался на телевидении, то есть, как бы так, ну, не знаю, так попал случайно, и, вот, как ты говоришь, для тебя впервые было тогда, для меня это было впервые. Камеры, я помню свой первый эфир, например, как я туда попал. Этот эфир я тоже хорошо помню. Я, по крайней мере, ну, говорят, вот первый какой-то опыт в какой-то там сфере, да, он реально не забыл. Правда, вот, по крайней мере, на этой минуте я его до сих пор не забыл. Я вот помню все ощущения, я помню гостей, я помню свои ляпы, и вот все, вот все, что было в нем, вот, прям вот реально такое ощущение, как будто бы тебя вот бросили, прям вот реально, вот, как говорят, котенка. И все, и ты вот сидел, ты как будто нашкодил, и ты не понимал, что происходит. Ну, конечно, вроде ты понимал, что нужно делать, но эфир вот эти вот, если я не ошибаюсь, тогда сколько он там, 45 минут, по-моему, шел, по-моему, тогда, ну, даже если 30 шел, он пролетел, как будто минут за пять, как будто так вот просто, все, реклама, все, мы разбежались, все, закончился эфир. Ну, позвали когда, и как-то, ну, интересно что-то новое, охота, конечно, попробовать было, ну, как-то пробуем, сколько уже, четвертый год или сколько, когда Якутию 24 открывали, тоже позвали, тоже что-то интересное было. И у нас родилась Даша, дочка. Формат какой-то опять вновь поменялся, то есть здесь это больше что-то развлекательное, и опять же, наверное, наверное, это я так думаю, что все-таки мой стереотип, как вот мне со стороны видят. Я так понимаю, телевидение, это все-таки твоя судьба, да, раз у вас с началом нового сезона рождаются дети. Кстати, очень часто новые сезоны я почему-то открывал, то есть смены выпадали еще и в мою смену, то есть открытие сезона в мою смену часто выпадало на НВК, я, по-моему, два или три сезона открывал таких. И на Якутии 24, ну, не первый эфир, но первый эфир, он был более торжественный, вот, а первая смена, которая шла уже, ну, рабочая такая, выпала на мою смену. И сразу погорела в студию. Это было первое утро, которое вообще, ну, первый эфир утренний был, он был в мою смену, и, во-первых, никто опять ничего не знал, это новая студия, это новый формат был, это вообще все было по-другому, ну, немного уже был готов, конечно, не так, как это было впервые в новом дне, но... Значит, все были уверены, что ты справишься, да? Ирина, вы тоже долго были офисным работником. Да, банковским работником. Банк работали, да, а сейчас вы фея красоты. Да, ну, волшебный. Вы как-то в одночасье поменяли, или это... Волшебный декрет на меня очень положительно повлиял, я вообще люблю очень красоту, люблю красивых людей, люблю... Ну, я надеюсь, что часть про меня зависит. Все красивое я люблю, чтобы все блестело, сверкало, поэтому я пошла в индустрию красоты, я нейл-мастер, я делаю макияж, делаю укладки, делаю людей красивыми. То есть вы такую, получается, ну, рутинную работу поменяли на такую творческую. И все-таки вот волшебный декрет тоже, да? Да. Ну, и моё образование, я по призванию дизайнер, дизайнер-график, да, рекламщик. Ну, и как-то это, видимо, своё взяло. А, то есть изначально вы-то хотели пойти в творческую, это так получилось, да, что... Ну, нет, я работала, пока училась, я работала дизайнером. Видимо, этого уже у меня стало много, и я решила пойти офисным работником. Ну, так как мои старшие сёстры, они все бухгалтера и экономисты. А, это повлияло. Да, мои старшие четыре сестры. Ага. Вот, видимо, это как-то на меня подействовало всё. А потом я с приходом декрета, я стала, видимо, как-то раскрываться. Теперь с уверенностью можно сказать, что каждая сестёр поработала в экономической сфере. А-а-а. То есть такой долг свой отдалит. Ребята, расскажите о своей семье. У вас сейчас двое детей, да? Вас четверо. Угу. У нас четверо, да. Два мальчика, две девочки. Ну, условно говоря, да. Рассказывайте, кто, как зовут, чем занимается, сколько им сейчас лет? Ну, у нас вообще дети очень долгожданные. Угу. Мы их ждали 10 лет. Рассказывай, да. Ну, старшего Кирилл зовут. Это рождение, которого мы отмечали, да? Да, да. Кирилл, думаю, сейчас 4 с небольшим. Молодченькая у нас. Он сейчас входит в садик, да? Да, он входит в садик. Как у вас, кстати, адаптация? Я вот, у меня ребёнок адаптируется к садику очень долго. Я прям недели. Ну, на самом деле, для него этот сад, я не знаю, мне в какой-то момент казалось, что это, наверное, так плохо. Он, наверное, пока пошёл в государственный сад, прошёл 3 или 4 сада. Нет, ну, там получилось так, он пошёл в один частный, потом поменяли в другой частный, потом перед тем, как открывали новый наш государственный, он ходил в другую группу. И, по сути, для него это как бы четвёртый он получился. Ну, в принципе, он очень хорошо. То есть вы ребёнка к жизни готовите, так, да? Очень готовите. Хорошо готовите. С измольства. Да, теперь ждём, когда появится возможность младшую отдать. Сколько Дашеньки? Два года. Два годика, да? Кирилл у нас занимается дзюдо. Даша очень такая музыкальная девочка. Кирилл очень спокойный. Но они два противоположности. Две полярности, да? Да. А вы, у вас характеры похожи, у вас вот вместе? У Ирины, у Андрея? Да нет, наверное. Вот Кирилл, он, как и я, наверное, спокойный тоже был. А Даша, как мама, да? Даша такая заводная, да. Даша, как бабушка, скорее всего. А-а-а. А у вас бабушка такая весёлая? Да, бабушка весёлая, да, очень. Вот, когда мы вели утро с Андреем, да, Андрей всех поражал своими лайфхаками. Я помню его эти жалюзи он делал. Он упаковывал тут и подарки, и гардероб, да? Да, мы с ним вместе готовились к этому. А-а-а. И, в общем, когда вчера попросила что-то приготовить, он почему-то сказал, что ничего не умеет, всё забыл. Видимо, в новостях творчество чуть-чуть поменьше, да? Там с импровизацией, я бы сказал, всё попроще. Поэтому деятельность, я для вас придумала сама, небольшой блиц. Можно сюда пересядешь, чтобы вы не видели, что вы друг другу, что вы будете там писать, вот немножко прикройте. И очень быстро, одним словом, такой блиц небольшой. Да я вопрос задаю, вы пишите. Так, давайте, дата вашей свадьбы. О, я не помню. Честное слово. Так и напишите. Нет, подожди. Я просто путаю там два числа, если не то, так другое, как говорится. Там просто месяц с днём похож, как говорится. Ну, значит, два раза надо поздравлять жену. Как сложно, оказывается. Вообще, мужчины и цифры, я всегда говорю, это просто несопоставимые задачи вообще. Ну, годовщину-то вы отмечаете? Да, год-то я помню. Ну, год-то помнит, ага. Ой, это было давно, правда, очень давно это было. Так, первое свидание где? Именно место вот. Это было там кино, каток, что-то такое. Или где у вас было? Смотря что вообще считать первым свиданием, если брать... На самом деле, он же мне со школы приставал. А, мы же знакомы давно, на самом деле. Но очень долго не общались. Ещё и в школе приставал. То есть, как бы просто привет-привет, а имеется в виду такого, чтобы... Ходили вместе на лыжи. Да, если... Ага, то есть, ну да, можно запутаться, что считать первым свиданием. Да, можно. Ага. Так, любимый цвет Ирины. Так, мне кажется, Андрей увереннее написал. Так. А я пишу Андрея? Нет. А ты сам? Именно Ирины. А, мой любимый цвет Ирины. Ой. Ну, сейчас проверим, насколько совпадёт. Далее. Цвет глаз Андрея. Андрей, смотри сюда или вниз. А у меня же... Так. Ребят, море или горы? Ой, ёрочки. Ты меня сегодня узнаешь в другом. И давайте. На счёт три переворачиваем. Раз, два, три. Показываем друг другу. Так, первый вот. Дата вашей свадьбы. 25 июля. Я же говорю, либо 25, либо 23. Я всегда просто забываю. Ты меня будешь поздравлять. Первое свидание где? Там просто год 2005, поэтому я всегда этот... На футбольном поле здесь? А, да. На даче у друга. Ну, это было как бы давно, да, давно. А потом и на даче у друга. Ну, может, из пяти вопросов-то на полтора ответили? Цвет глаз Андрея зелёный. У меня зелёный голубой, то есть, типа, такие эти... Море или горы? Горы и море. Я удивлён, что там вообще горы. Ну, потрясающе, ребят. Это же классно, то, что вот две противоположности притянулись. И, ребят, я для себя недавно открыла тоже что-то новое. И стала вязать игрушки. И вот маленькой Дашеньке от меня лично вот такой вот подарочек. Символ следующего года. Ей очень, кстати, понравится. Она у нас любит вообще на самом деле игрушки. Спасибо большое, что посетили сегодня нашу студию. Приходите к нам ещё с другими новостями. Следующий сезон открываем с третьим ребёнком. Всего доброго. Дали короткая реклама. Вы в городе женщины. И давайте перед тем, как продолжить, посмотрим небольшой сюжет. Чью же гардеробную заглянула наш корреспондент. Сегодня мы в гостях у очень интересной девушки. Её публиковали несколько американских журналов. Нашу героиню зовут Кристина До. И самое главное, у неё безумно стильный гардероб. Давайте же с ней познакомимся. Вижу здесь, что вещи здесь крутые. И сразу назревает вопрос. Ты покупаешь вещи любовь с первого взгляда? Или всё-таки это рациональный подход какой-то? Иногда что-то зачем-то я могу даже и погоняться. Долго ищу. А иногда просто хочется, например, мне. Самая любимая покупка за последний год – это вот этот костюм Sorry I'm Not. Тоже их не так много выпустили, поэтому для меня он как-то ценен. Костюмы крутые тем, что их можно разделить на два и спокойно носить штаны и худи отдельно. Люкс всё-таки или масс-маркет? Не то и не другое. Если мне нравится вещь, неважно, это люкс или масс-маркет, люблю больше русскую моду. Как-то она мне ближе. Ну и по ценнику больше подходит. Это у нас кто? Это Артём Крипда. Сколько штук было таких, как ты думаешь? Оно было одно – это подиумное платье. В последнее время я прямо увлекаюсь. Мне нравится азиатская тема в одежде. Давай попробуем сосать парочку луков и показать нашим телезрительницам. Да? Как обыграть обычное чёрное платье? Очень легко, если у вас есть такой замечательный, например, жакет. Тоже дополняете обувью любой. Очень легко. Чёрно-белая обувь, например, монохромная, белая, кроссы. Если у вас платье длинное, то даже кроссовки будут смотреться очень оригинально. Кристина – замечательное платье. Оно очень нарядное одновременно и одновременно ненарядное. Классическое. Ты его надела с босоножками яркими. И, в принципе, очень хороший праздничный выход получится. Ну давай попробуем их приземлить для повседневной носки. Предлагаю их приземлить казаками. Очень прикольные. Ух ты, классные. Это ты где их взяла? Я взяла их в Ниадоне. Их можно сделать более повседневными. Они делаются таким образом. И они становятся очень классическими казаками, батильонами, которые можно носить хоть с чем. Я бы сюда добавила бы ещё водолазку, так как у нас всё-таки не месяц май. И тёплые, допустим, ну плотные колготки. Если ты соберёшься, например, куда-нибудь на вечер, можно оставить этот ремешок блестящий. А можно, если повседневку, прям чисто повседневка, добавим водолазочку и плотные колготки, уберём ремешок. А ещё бы я бы добавила сюда шляпу. Мы подобрали очень гармоничный лук. Это кимоно твоё. Мы их приземлили при помощи обычных тёмно-синих голубых джинс. Причём такая рванность даёт не такую аутентичность. Придаёт этому наряду обычные бежевые классические лодочки на босую ногу, которые создают эффект длинных ног, добавляют рост и ноги кажутся ещё длиннее. Конечно же, это узкий носик этот эффект делает и босые ноги. Это миодонна. Да, это миодонна. Классные. Классные, да? У тебя есть бежевые лодочки? Нет, у меня нет бежевых лодочек. Возьму на заметку, что нужно купить. Спасибо, что пригласили меня поучаствовать. Это было круто. Классный опыт. Я не очень люблю всё показывать, но специально для Бемы я согласилась, потому что Бема очень классная. Следите за нашей рубрикой, которая называется «Гардеробная». Впереди у нас очень много интересных гостей и очень много знакомств. Всем пока! И в начале эфира я сказала, что затрещали морозы якутские и к нам потянулись гости. Не просто потому что... Не просто в поисках экстремальных ощущений холода, не просто потому что зима начинается в Якутии, но ещё и потому что в эти дни наша столица, наш город Якутск превратится в подиум. Мир стиля и красоты. Об этом нам сегодня расскажут гости. Это Варвара Филипова, дизайнер-модельер, старший преподаватель кафедры дизайна Арктического института культуры и искусств. И наша гостья Регина Шерифулина, директор по работе с дизайнерами Национальной палаты МОД России. Доброе утро! Доброе утро! Регина к нам прям с самолёта. Да, прям с корабля на бал. Как вас встретила наша... Ну, вы знаете, как бы свежо, я бы сказала, во-первых. Но на самом деле очень тепло встретили. И вот первое, что я заметила, мне кажется, это стильные местные девушки. Как бы это вот просто, ну, очень приятно. Очень приятно видеть. Вы первый раз? Да, я первый раз. Может быть, и не последний. Да, это важно. Рассказывайте, девушки, вот что за мероприятие у нас? У нас будет завтра Arctic Fashion Show. Это мероприятие проводится впервые. Организатор Арктический институт культуры и искусств при поддержке Министерства предпринимательства торговли и туризма. Такое очень масштабное мероприятие. На нём будут участвовать все модельеры Якутии основные, да. Также молодые модельеры, начинающие, студенты. Приходите, вы увидите, да, очень много интересных работ. Очень появились даже детские коллекции очень интересные. Я считаю, что индустрия моды в Якутии очень развивается такими темпами большими. И хотим вот тоже, чтобы Регина посмотрела, как мы живём, как именно наше творчество, наши работы модельеров. И для дальнейшего сотрудничества, как раз таки, чтобы дальше работать, и чтобы наши модельеры выходили уже на российский уровень и, возможно, и мировой. Сколько дней планируется вообще и куда нужно? Это мероприятие планируется один день. То есть это будет завтра в 12.30 у нас будет меховые изделия. В 17 часов все модельеры с коллекциями своими в Триумфе на втором этаже. Там уже устанавливается подиум красивый, звук, свет. Всё будет очень красиво. Прям феерично всё допланируется. Вход бесплатный для всех желающих. Кто интересуется модой, добро пожаловать. Да, мне кажется, тут не нужно поинтересоваться модой, да, просто, чтобы интересно. Регина, что ожидаете от этого мероприятия? Ну, на самом деле, я, собственно, приехала как представитель Национальной палаты моды. И, ну, моя основная цель – это поиск новых интересных имён, новых талантливых ребят, которых мы ищем, в принципе, по всей России. Мы поддерживаем таких молодых ребят, они, как бы, начиная с местных каких-то конкурсов, они могут перейти и показаться потом в Москве, и на большом подиуме в том числе. Вот, и, как бы, это и мировая пресса, естественно, журналисты со всего мира могут узнать о местных талантливых ребятах. И, собственно... А до этого вы знали, да, знакомы с работами якутских дизайнеров, модельеров? Я, на самом деле, как бы знаю ребят, которые, ну, сейчас живут уже в Москве, ну, они родом из Якутии, я знаю трёх девочек. Это Саша Карякина, бренд ЗАЗа у неё есть, она сейчас живёт в Петербурге, да. Это Лена Максимова, если, может быть, тоже знаете. Да, конечно, на слуху имена. Да, 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 да. Вот, и это Маша Савина, бренд 050, как бы, достаточно молодой бренд на самом деле, но я надеюсь, что вот в следующем сезоне она покажется уже на большом подиуме тоже. Варвара, ух ты! Варвара, ещё раз давайте расскажем. Вот вы сказали, будут не только именитые наши модельеры, до которых мы обсуждали. Да, ну и студенты, начинающие. Как раз-таки это площадка для того, чтобы они заявили о себе. Для этого мы всё организуем, помогаем, да, чтобы они показали и вдохновились на дальнейшую работу, чтобы они уже ежегодно творили, делали коллекции и, возможно, вот заинтересуют Регину, и чтобы она дальше вдохновила на работу уже более. Вы только как организатор или как участник тоже? Я, в том числе и как участник, я представлю свою коллекцию, новую Arctic Fashion, она в якутском стиле. Вот, кстати, на экране сейчас мои любимые шелкаши, фоны. Красота! Моё видение национального костюма в современном, как бы, в мире, в современных тенденциях. Я считаю, что эти все платья насебельные. Ну, наши девушки очень любят якутские... Якутские мотивы, да, в повседневной жизни. Да, Лидия Будищева будет в своей коллекции «Амазонки». Угу. Тоже у неё такая. Это выпускница Арктического института, Лидия. Она представит коллекцию для юношей, очень такую интересную, классную коллекцию. А, ух ты! И будут ещё детские коллекции, тоже две. Угу. Что для детей готовится? Вот какие-то вот... Там какие-то направления есть тоже? Или по возрастам? Нет. Вообще участвуют студенты профильных заведений и уже выпускники, но и модельеры профессиональные. А также у нас заявлены бренды, которые... О, такие милые вещи! Да, очень новый бренд, тоже в якутском стиле они работают для детей. Вот приходите, посмотрите. Я считаю, что это очень классно, что у нас начинается вот это всё развиваться. Также представлен бренд «Тулук». Кстати, они с палатой моды очень работали. Анна Махарова прошла курсы в течение года. И Регина её знает, она очень себя хорошо заявила. И вот её коллекция такая детская. И теперь её бренд развивается. И даже на мировом интернет-магазине на Viberis представлен. Это первый бренд, который представлен вообще из Якутии, который будет продаётся на Viberis. Это тоже очень большое достижение, я считаю. То есть такими темпами, если мы будем помогать и поддерживать наших молодых дизайнеров, то мы, конечно... Здорово. А какие-то разделения по направлениям там будут? Там мужские, женские, там зимние, летние? Ну вот зимние, то, что меховое у нас 12.30, а дизайнерские видения, коллекции, они все в 5 часов. В 17.00, в Триумфе. Все в Триумф, да? Да, да. А какие ещё гости будут, кроме Регины? Ну, все, кто интересуется модой, будет министр предпринимательства, конечно, потому что это под её она вдохновила, что надо провести. Мы вот буквально за очень сжатые, короткие сроки всё это сделали, вдохновились. Наша команда Арктического института всё это воплотила. Вот, при поддержке министерства, и тоже есть и спонсоры, которые неравнодушны к нашему мероприятию. Им, конечно, всем большое-большое спасибо за поддержку. Здорово. Регина, ваши ожидания? Ну, на самом деле, я хочу увидеть, наверное, какое-то видение местных дизайнеров именно не в таком видении моды через национальную какую-то черту хочется понять. Я очень вижу просто много девушек, которые ходят в каких-то платьях с расшитой бисером, это, ну, как бы, даже в самолёте, да, я летела, как бы, я вижу, вот, как бы, какие-то безрукавки, жилеты какие-то у девушек тоже расшитые. Ну, как бы, очень красиво. Вот хочется увидеть не только вот национальное, но и модное, вот, как бы, если это совместить, это будет очень здорово. Надо обязательно в субботу все в триумф за красотой, за дозой стиля, за дозой хорошего настроения. Спасибо большое телезрители, что были с нами. Смотрите «Город женщин» и оставайтесь с нами всегда. До свидания.